После новогодних уже полны сил и вместе с нами готовы обсуждать, на мой взгляд, на наш взгляд, достаточно интересные темы. Привет, коллеги. Поэтому я думаю, я уверен, что будет интересно. Добрый вечер, коллеги. Я тоже присоединяюсь к Марии, к Сергею Владимиру Семеновичу, что действительно тема горячая и предлагаю быстрее начать. Владимир Семенович? Ну, я думаю, что пройдет все интересно и не хотелось бы затягивать. Хотелось бы уже начать с презентации и вступить в диалог. Я, в свою очередь, хотела бы поблагодарить Владимира Семеновича от нас всех, от проекта «Игра без травм», потому что, к сожалению, футбольные тренеры, тем более такого уровня, как Владимир Семенович, нечастые гости в нашем проекте. Хотелось бы это сделать такой постоянно повторяющейся тенденцией. И для нас очень важно мнение главного тренера. И оно в большинстве случаев является конечным. Вот, поэтому я призываю вас использовать этот случай и пообщаться вживую с Владимиром Семеновичем. Спасибо. Также я хочу немного сказать о нашем регламенте сегодняшнем. Я предлагаю, очень бы хотелось, и я думаю, что и надеюсь, что вам будет интересно, так же, как и нам, обсуждать вопросы, связанные с коммуникацией. Но, тем не менее, все-таки мы ограничены по времени, поэтому час пятнадцать – это максимум, что у нас есть. Но не хотелось бы слишком торопиться, поэтому у нас будет несколько блоков. В конце презентации вы увидите структуру сегодняшнего стрима, и по окончанию каждого из блоков вы можете писать вопросы. Пожалуйста, давайте писать вопросы, потому что нас достаточно много, и если будут включаться микрофоны, будет не очень комфортно для нас. Я заранее извиняюсь, если мы не сможем все вопросы озвучить в эфире, потому что, опять же, в связи с таймингом мероприятия. Поэтому, кажется, я все сказала. Да, единственное добавлю, что даже во время обсуждения любой темы, если у вас появляется какой-то вопрос, вы записывайте, и параллельно Мария будет стараться озвучивать, и будем обсуждать какие-то интересные моменты. Давайте же начнем скорее. Да, 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 посмотрите, мы сегодня поговорили, зашли немножечко пораньше, чем вы, и мы решили, что, а давайте сегодняшняя встреча, она будет такой, квартирничек. Поэтому мы призываем вас чувствовать свободно, задавать вопросы, общаться, писать, и, может быть, на основании ваших комментариев мы сделаем и следующий стрим, почему бы и нет. Поехали, начинаем с презентации. Так, сейчас, секундочку. Ну, и мы подготовили для вас короткую презентацию, почему мы, собственно, и выбрали эту тему, коммуникация как средство достижения результата. Могу сказать, что спортсмены ежедневно, футболисты, собственно, кто является главной действующей единицей, окружает огромное количество специалистов разного рода. Главный тренер, естественно, фитнес-тренер, спортивный врач, главные врачи, помощники, физиотерапевт, массажисты, нутрициологи и так далее. Я не хочу всех перечислять. Ну, а также присутствуют реабилитологи, весьма бывают симпатичные, что раздражает девушек, футболистов, которые тоже занимаются и которые тоже могут давать футболисту советы. Присутствуют разного характера и внешние специалисты. Не всегда мы довольны, что они есть, но, тем не менее, их надо тоже уважать и учитывать их мнение. Также присутствует и спортивный психолог. Это интересный вопрос, помогает ли он или не всегда он помогает, но с ним также надо оставаться во взаимодействии и понимать, какое влияние он оказывает на спортсмена. И могу сказать, что в современной действительности тренерский фан... У меня это как бы красиво звучит, как этого добиться. Это вопрос. Это одно три минуты. Коллеги, коллеги, пожалуйста, отключите микрофоны для того, чтобы всем остальным слушателям было комфортно. Спасибо. Спасибо большое. И вот могу сказать, что не так давно еще тренерский штаб мог состоять из нескольких человек. Как правило, все держалось на одной главной фигуре, фигуре главного тренера. Иногда присутствовал врач, ну и помощник тренера, которые и три этих человека, они с собой заменяли все те должности, которые сейчас есть в командах, в большинстве команд. И сейчас тренерский штаб представляет собой некую вереницу людей, с которыми надо взаимодействовать. И надо понимать их мысли, их намерения, их зону ответственности. И вот тут интересный вопрос. Должен всеми этими людьми управлять тренер с высоты своего полета и контролировать каждого из них. И только у него конечное принятие решения. Или же тренер может делегировать. И тренер может сформировать департаменты. Не тренер, естественно, это будет заниматься. Другие люди клуба формируются департаменты, и дальше тренер делегирует. И глава каждого из этих департаментов может самостоятельно принимать решение. Каким образом лучше осуществить то или иное взаимодействие в команде? И, конечно же, департаментов огромное количество. И чем выше уровень клуба, тем большее количество департаментов в структуре клуба. Но хочу коснуться нескольких. Как, например, перформанс департамент. Была мысль переводить или нет, но мы решили, что не нужно переводить. Это достаточно лаконичное определение. И хочу коснуться одной замечательной статьи, которая была написана Мартином Бушейтом в 2019 году. О том, что очень много специалистов, которые работают в перформанс департаменте. И было проведено одно анкетирование среди огромного количества специалистов. 218 специалистов приняли участие. Им разослали по почте опросники. И они должны были коротко ответить на 15 основных вопросов о своей роли в команде и о том, какой функционал, собственно, на них лежит. И очень интересно, что достаточное количество людей в перформанс департаменте. И вы видите сейчас основные тезисы, которые писали люди о своих функциях в команде и что они должны достигнуть, каких целей они должны достигнуть. И как вы видите, специализация одинаковая, уровень ответственности разный, но занимаются одними и теми же вещами. Вопрос. Кто чем-то конкретно будет заниматься? И вот здесь с этой точки может рождаться непонимание, потому что каждый считает, что максимальная ответственность лежит на нем. И конечное принятие решения тоже на нем в перформанс департаменте. И вот здесь хорошо видно на графике, на вопрос, как часто конечное решение за вами, практически все ответили, что достаточно часто. Хай-перформанс менеджер, конечно же, в 50% случаев принимает окончательное решение. Но тем не менее и все остальные должности, люди, занимаемые остальные должности, они тоже так или иначе считают, что они принимают определенные конечные решения. И тогда... Маша, извини, пока далеко не ушли, я буквально два слова немножечко так разбавить. Очень интересно, что нет единого названия у этих департаментов. То есть в каждом клубе это могут быть, скажем так, разные должности, названия этих должностей, они могут быть разными. При этом, как ты уже правильно сказала, что, как правило, все они занимаются практически одними и теми же функциями, но, скажем так, с разным объемом определенной работы. Извини, если я тебя перевел. Нет, нет, это было как раз отличное включение, потому что и вот здесь как раз и поступает предложение от Мартина немножко провести иерархию. То есть кто имеет степень доступа уровня 1, уровень 2, уровень 3 и ответственности также. И поэтому предложение в первую очередь структурировать людей, которые занимаются одним и тем же делом, которые своей конечной целью считают организацию спортивного мастерства и спортивного перформанса, но при этом степень ответственности у них должна быть разная, для того, чтобы каждый понимал, кто чем занимается. Или вот, если мы поговорим о медицинском департаменте и взаимодействии всех участников процесса с медицинским департаментом. Проведено было также отличное исследование в 2018 году. У ЕФА 77 отчетов было представлено из 36 топ-клубов. И с точки зрения медицинского департамента, 4 основных фактора риска, ведущих к увеличению травм. Это нагрузка, благополучие игрока. То есть мы должны взаимодействовать не только между собой в тренерском штабе, не только между собой, между всеми департаментами команды. Но и также мы должны знать, что происходит и за пределами клуба и команды у игрока. Также очень большая вероятность получения большего количества травм, если стиль руководства главного тренера достаточно замкнутый и авторитарный. И не ведет за собой большого количества взаимодействия с сотрудниками, которые работают в команде. И также количество травм зависит от качества внутренней коммуникации. То есть это то, о чем мы сегодня и хотели поговорить. И вот чтобы не возникло вот такой ситуации, когда главный тренер на скамейке показывает, но почему игрок не может выйти на поле, а доктор говорит, красноречивая, на мой взгляд, ситуация, которая у каждого случалась, я уверена. Так вот, если эта коммуникация как-то нарушена, то по статистике на 6-7% игроки чаще находятся вне командных тренировок, то есть они в медицинском департаменте. И на 50% при отсутствии хорошей коммуникации увеличивается риск получения травм. Так вот, мы хотим сказать, что практикуя коммуникативные навыки, развивая общий язык, поощряя позитивное общение, футбольные команды могут улучшать свои результаты, добиваться успеха. Это подтверждено и научно, и мы вот хотели бы именно об этом поговорить с вами сегодня. И все, что касается нашей структуры, точнее структуры сегодняшнего стрима, мы хотели бы обсудить с вами вот эти темы. Я не знаю, насколько мы успеем все это охватить, но мы постараемся. Ты знаешь, Маш, мне кажется, очень, во-первых, интересно, что такие статьи начали появляться, которые оценивают, в принципе, влияние коммуникации либо на работоспособность спортсменов, либо на уровень травматизма их. Но мне кажется, в принципе, это очень интересная, и я считаю, что это очень актуальная тема, потому что, например, в моей практике были разные случаи. Если мы возьмем первый пункт, это величина, скажем так, служб департаментов команды, плюсы и минусы. В моей практике, например, были случаи, когда я был один тренер по физподготовке, был один физиотерапевт, так скажем, футбольные тренеры, и был один доктор. Иногда два доктора по-разному было. И я хочу сказать, что и у одного, и у другого варианта есть свои и плюсы, и минусы. То есть, ну, если вкратце, когда ты отвечаешь один за весь процесс, ты понимаешь, в принципе, кто несет ответственность. И ты понимаешь, где, когда кто мог ошибиться, и как в дальнейшем, скажем так, больше этого не допускать в той или иной ситуации. Когда большое количество специалистов, то появляется где-то даже такая коллективная, может быть, безответственность, что, на мой взгляд, является, скажем так, одним, наверное, из самых страшных таких снов, когда вроде что-то произошло, но никто не знает почему. И возникает какое-то такое недопонимание. Сань, ты что думаешь? Полностью соглашусь, да, что и у большого штаба есть свои минусы и плюсы, и также и у маленького. Я, в моей практике был пример, был Доминик Тодеско, да, он работал вообще, их было три человека, они приехали, и его позиция была такая, что он хотел вот именно малым количеством обходиться, но именно вот это малое количество, они должны были быть единомышленниками, которые занимались и теорией все вместе, даже тренер-ратарей, который там занимался и проводил тоже теории, совместно там помогал главному тренеру, и ассистент, и сам главный тренер, то есть это был маленький штаб, но каждый знал, за что он отвечает. Это был достаточно большой объем работы, но, тем не менее, это один из видов, да. Есть другая сторона, когда, наоборот, чуть больше, наверное, штаб, да, когда позволяют ресурсы команды, и здесь уже встает вопрос, что как тренеру руководить этими всеми своими помощниками. Если у Маши как раз есть пример, наверное, мы разговаривали, да, Мария? Да, да, по поводу большого штаба могу сказать, что самое главное в футбольном клубе «Зенит» достаточно большой штаб, в том числе и все службы, и медицинская служба, и аналитический отдел. Но могу сказать, что первое, с чего мы начали, точнее, начал Сергей Богданович, мы начали искать вот те точки соприкосновения, и в любом случае от каждой службы был один человек, который предоставлял информацию главному тренеру. То есть, на мой взгляд, здесь очень важно, чтобы, наоборот, чересчур не брали специалисты на себя ответственность, и через каждые 15 минут главный тренер не получал бы новую информацию. Разностороннюю такую, да? Да, это будет приводить к абсолютному хаосу. То есть, есть один человек, медицинский департамент, это, естественно, главный врач, главный аналитик, главный тренер профессиональной подготовки, если их больше, чем один в штабе команды. На мой взгляд, это очень важно, и вот как раз главы этих департаментов, они должны между собой общаться. А уже внутри департамента это уже другое собрание, абсолютно отдельно от основного собрания. То есть, очень важно, мы это обсуждали, чтобы был большой коэффициент полезного действия от большого количества человек. И чтобы просто так не было собраний долгоиграющих, чтобы каждый просто высказывался, чтобы каждое такое собрание, оно имело прямые последствия, и каждый понимал, зачем оно было проведено. Наверное, еще... Да, я секундочку добавлю еще, Сергей, можно? И я думаю, что на самом деле здесь самое главное, что когда ты собрал, допустим, свой департамент в большом количестве, ну, я не знаю, 3-4 специалиста, и ты являешься главным, то здесь тебе, наверное, как руководителю департамента медицинского, там, по физку готовке, там, какого-то административного, нужно понять, как сформулировать все наикоротчайшим образом и донести это главному тренеру. То есть я, мне все сообщают, все мои подопечные, скажем так, или сотрудники помогают, анализируют, смотрят, подсказывают, и уже в какой-то короткой, в коротком диалоге донести это главному тренеру, не занимая много времени, да, и нужно слышать то, что самые главные какие-то аспекты. Это, на самом деле, если большой штаб, я думаю, что одно из самых ключевых. Владимир Семенович, у меня к вам вопрос. Вы, как главный тренер с высоты, скажем так, вашего опыта, могли бы поделиться, может быть, скажем так, как вы видите эту работу, как вы видите, допустим, какие-то плюсы и минусы большого, может быть, или, наоборот, небольшого департамента, или большого количества людей. То есть насколько вам здесь комфортно или, может быть, сложно взаимодействовать с большим количеством специалистов, или, наоборот, более комфортно с более меньшим количеством специалистов взаимодействовать. Ну, тут надо сказать о том, слышно, да? Слышно? Да, да. Сказать о том, что спорт высших достижений подразумевает все же тренерский штаб, да? И одному тренеру, как раньше централизованно от одного человека практически все зависело, сейчас это невозможно. То есть и уровень подготовки, и уровень развития игроков, он не позволяет одному охватить весь этот объем работы. Естественно, должны быть единомышленники во всех структурах. И как это будет выстроена структура, она, конечно, главному тренеру должна помогать. Почему? Потому что, если не будет результата, то в первую очередь коснется это все же главного тренера. Поэтому вот как выстроить все коммуникации, большую часть зависит от главного тренера. Хотя мы знаем различные структуры. И вот пример того же Слуцкого в Кале, когда главный врач медицинского департамента был наравне с главным тренером. То есть главный тренер не мог повлиять на работу медицинского штаба. Это тоже внесло определенные коррективы в работе главного тренера, потому что к этому нужно еще и привыкнуть. Что врач может быть наравне с тобой. И коммуникация с этим департаментом и с другими департаментами, это важная составляющая. И если главный тренер не находит ее, то ему сложно будет добиться хорошего результата. Ну это, наверное, такая сейчас больше европейская какая-то модель. Потому что, насколько я знаю, тоже во многих клубах есть либо действительно главный врач, который практически, можно сказать, не подчиняется главному тренеру. То есть, естественно, он учитывает его интересы, но напрямую он подчиняется исключительно руководству. Также есть и руководители департамента, допустим, по физической подготовке, так и перформанс департамент, которые тоже, в принципе, выстраивают, скажем так, в долгую такую работу, где, естественно, главный тренер. И вот как раз на этом стыке возникают некоторые моменты, очень интересные моменты, где надо как раз-таки найти определенную взаимосвязь. Мне кажется, здесь очень важно, если большой, скажем так, штаб или большое количество департаментов, распределение определенных ролей и определенная ответственность. И чтобы специалисты чувствовали эту ответственность. Я на своем примере могу сказать, когда я чувствую определенное доверие со стороны тренерского штаба, со стороны руководства, со стороны игроков. Я понимаю свою роль и задачи. Я чувствую эту ответственность, и это мне, наоборот, дополнительный дает стимул для того, чтобы делать свою работу, скажем так, все лучше и лучше с каждым днем. То есть я постоянно думаю о том, как я могу сделать что-то лучше. И поэтому, мне кажется, вот здесь вот такое распределение ролей и ответственности является, может быть, даже каким-то ключевым. Опять же, исключительно мое мнение. Да, и мне кажется, здесь мы затронули хорошую тему о том, это временное ли это сотрудничество. То есть это временный штаб, либо это постоянные люди, которые постоянно работают в структуре клуба. Здесь, конечно, это зависит от философии клуба, потому что мы знаем, что иногда бывает с приходом тренера меняется полностью вся система внутри структуры клуба. А бывают, наоборот, примеров очень много, когда главный тренер приходит с парой помощников, а все остальное как функционировало до него, и он должен принять модель взаимодействия. Вот, поэтому, на мой взгляд, это... И мне кажется, Маш, мы здесь как раз плавно перетекаем, наверное, ко второму вопросу, да, наличие такого координатора, который будет осуществлять определенную, скажем так, сбор и доставку информации. И мне кажется, вот актуальный тоже вопрос, нужен ли такой координатор, или все должен контролировать главный тренер. Или как раз-таки должен быть специалист внутри клуба, который будет как раз-таки собирать и распределять уже дальше эту информацию. Опять же, немножко поделюсь своим опытом, потому что определенный период работы в локомотиве, я как раз-таки, можно сказать, и был таким координатором, который собирал информацию из разных служб, разных департаментов, от разных специалистов, в том числе и от игроков. Я понимал, практически видел полностью картину, как она выглядит, и вплоть до того, что взаимодействовал с молодежными структурами, понимал, сколько нам нужно, какое количество людей нужно на завтрашнюю тренировку, и, соответственно, выстраивал это взаимодействие. Мне, если честно, работать таким координатором было достаточно интересно, на самом деле, потому что ты, получается, скажем так, обладаешь полностью всей информацией, и ты, опять же, можешь другим помочь. То есть, если, например, некоторые специалисты, они могут, работая даже в одной комнате, такие случаи тоже были, не всегда иметь очень хорошую четкую коммуникацию, и приходилось такие треугольники выстраивать, как раз-таки для того, чтобы эту информацию доставлять. Поэтому, коллеги, с удовольствием послушаю ваше мнение. Знаете, я здесь, наверное, добавлю, вот, расскажу о сейчас, мое мнение о том, что координатор, он должен быть, это может быть коммуникатор, координатор, это как-то название должности не имеет значения, но в то же время здесь очень важно, какой функционал несет данный человек. То есть, сейчас у нас, я приведу пример, у нас есть технический координатор Артем Ребров, да, он занимается как раз внутри команды, является таким мостиком, который соединяет команду главного тренера с менеджментом, да, с офисом, с генеральным, со спортивным директором, соединяет главного тренера с командой, то есть он сам практически вот недавно был игроком и сейчас знает, что хотят игроки, они могут ему подойти и сказать, что здесь вот наше мнение, что вот действительно где-то игроки пристесняются, может быть, сказать это главному тренеру, но в то же время скажут Артему, и он подойдет главному тренеру и корректно это донесет. Также является мостиком между медициной, между физподготовкой, то есть все, собирая все данные, все, даже не данные, а собирая все мнения, все, находясь живя и дыша командой, вот, находясь внутри и чувствуя вот эти моменты, помогает только команде. Вот, плюс, конечно, здесь важно еще какой функционал, о чем я вначале сказал, что в его обязанности также входит, как функционирует молодежный футбол, да, молодежная команда и ее фейлы все, и, соответственно, игроки, которые должны присоединиться к нам к тренировке, должны за нас там поехать сыграть, организовали, чтобы дать указания, чтобы им там приготовили форму и так далее. То есть здесь вот эта должность, я считаю, очень важная и нужно понимать функционал, чем она занимается. То есть как бы с одной стороны она звучит, ну, вроде конкретных нет обязанностей, да, но если структурировать это все обязанности, то на самом деле это очень-очень большой объем работы и мое мнение, что координаторы, коммуникаторы, координаторы, я не знаю, внутри команды обязательно нужны. Владимир Семенович, вы как считаете, вот в вашем, скажем так, идеальном мире, если давайте там представим, то есть у вас есть полная общая, скажем так, полномочия, абсолютно открытые по поводу иметь такого координатора в своем штабе или, может быть, вы бы сами, например, как главный тренер хотели бы выстраивать это взаимодействие. Как бы вы, опять же, еще раз повторюсь, в идеальном мире действовали бы? Ну, я думаю, что при современных реалиях такой координатор необходим. Почему? Потому что это разгружает главного тренера, потому что главный тренер сосредотачивается только на футбольной составляющей, ему не нужно думать и предполагать, что где-то у него что-то недоработанное или какая-то информация до него не дошла. И это очень важно. Когда есть люди, единомышленники, как я с самого начала сказал, в любой сфере, да, и компетентные специалисты, следующий пункт, который мы будем рассматривать, это необходимо. Если он твой единомышленник, то он может быть и координатором, и он тебе поможет в дальнейшей работе выстроить и избежать каких-то углов и в тренировочном процессе, и в реальной жизни, в подготовке к матчу и в общении с командой. А часто в вашей практике, потому что я, например, работал с достаточно большим количеством главных тренеров, часто таким координатором иногда может являться как раз-таки первый помощник. Ну да, раньше так и было, что тренер и помощник, который больше общается с футболистами и доносит ему информацию, которую они ему не могут дать там напрямую. Но учитывая то, что сейчас и футболисты немножко другого склада, да, интеллектуального, и жизнь у нас такая, что есть легионеры, которые приезжают с другим менталитетом, и все гораздо сложнее устроено. И я думаю, в связи с этим и связано то, что тренерские штабы, они расширяются, появляются различные департаменты. Да, мы еще должны учитывать и медийную группу, да, которая есть в любом футбольном клубе, и которые тоже делают свою работу, иногда пересекаясь и с тренировочным процессом. Поэтому все это нужно учитывать, и одному человеку это сделать невозможно. Сейчас очень хорошую тему, на самом деле, затронули его, связанную с медийностью, потому что у нас были случаи, когда на сборах, соответственно, там в теплых условиях работаем, и между тренировками там футболиста могут там на час-два, там может быть, где-то задействовать в какой-то активности, как раз-таки в каких-то там видеосъемках, иногда это тоже может быть на улице, у футболиста недостаточно появляется количество времени для отдыха. И вот здесь тоже не всегда коммуникация, скажем так, четко выстроенная, ну, если говорить о реалии. И мне кажется, как раз мы можем тоже потихонечку плавно перейти к вопросу языкового барьера, что вы как раз сказали об иностранцах. Маша, скажи, пожалуйста, вот в Зените с большим количеством иностранцев работала, и я в локомотиве тоже. Какие у тебя, может быть, ситуации возникали из-за, может быть, тоже несовершенной коммуникации? Ну, я вот здесь хотела сказать еще добавить по поводу координаторов, нужны ли они или нет. Однозначно нужны, но тут вопрос выстраивания правильной коммуникации и иерархии с точки зрения, опять же, полномочий. То есть, чтобы абсолютно все участники процесса воспринимали координатора как человека, который помогает, а не как человека, который делает доносы. Вот, на мой взгляд, это очень важно. Иначе эти несчастные люди, которые должны являться помощниками и коммуникаторами, превращаются в изгоев абсолютно в каждом департаменте, перед их носами закрываются двери. На мой взгляд, это очень серьезный вопрос, потому что, естественно, тут должна быть поддержка со стороны руководства клуба и со стороны главного тренера, но и сами люди, они должны к себе располагать. И ни в коем случае нельзя идти, заходить во все департаменты с позиции силы, открывать ногой дверь и говорить, так, ну-ка, давайте я вам сейчас тут расскажу. Тут, на мой взгляд, очень тонкое взаимодействие должно быть, потому что человека должны уважать. Однозначно, он должен быть не доносчиком, а должен человек, который хочет помочь. И помочь всем, команде, результату, тренеру, всем, каждому игроку. Однозначно соглашусь. Да, и по поводу, Сергей, что ты сказал, по поводу работы с иностранцами, это вообще дополнительный, это объемная очень тема. Но, на мой взгляд, опять же, если ты к себе располагаешь, и если ты умеешь коммуницировать, и футболист понимает, что вы работаете воедино, вы не дружите ни против кого. Ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя дружить с футболистом против главного тренера или против главного врача, или ты говоришь футболисту спокойно, значит, сейчас два дня паузы, врачу ничего не говори, и в игру выходишь. К сожалению, в практике любого тренера, рано или поздно, в жизни тренера приходит такая ситуация, и, на мой взгляд, какие бы отношения ни были, тренер любого ранга, человек в структуре клуба, он должен понимать, первостепенно это задача клуба. С игроком можно взаимодействовать, но нельзя дружить. Это мое личное мнение. Поэтому, если игрок на себе чувствует, что вся структура клуба направлена на достижение общей цели, это облегчает работу, и совершенно не важно, он иностранец или он русский. А если он чувствует внутренний раскол, вот это как раз уже и приводит к некоторым внутренним движениям. Расшатывание лодки. Например, ну, с футболистами, да. А что касается, допустим, вот коллеги, тренеры по физподготовки тоже иностранцы. Возникают ли здесь какие-то нюансы? Вы знаете, я хочу сказать, что мне повезло, я начинала работать в футбольном клубе «Локомотив». У меня был прямой доступ к телу иностранных специалистов основного состава. Я испытывала их терпение ежедневными звонками. И, на мой взгляд, если ты интересующийся идейный специалист, который смотрит в общем направлении, то вы найдете общий язык. И абсолютно не важно, как дальше мы хотели обсуждать языковой барьер или твой фидбэк, где кто работал и так далее. То есть, если вы делаете одно дело, и вы, как Александр сказал, живете этим, то в любом случае вам будет самим интересно взаимодействовать. Что думаете? Саня, у тебя какие-то ситуации, может быть, случай какой-то расскажешь из практики? Да так даже не вспомню сейчас. Я думаю, что разные-разные моменты появляются между компетентностью тренеров, да, как коммуникация внутри штаба. Вот. Поэтому сейчас так даже навскидку и не вспомню. Честно говоря, у меня тоже были разные ситуации. Была ситуация, когда мы с некоторыми иностранными специалистами прям выстроили просто фантастическую коммуникацию. У нас вообще никаких проблем не было. И это был даже, наверное, не было никакого языкового барьера, при том, что один был испанец, говорил на английском, и, соответственно, я русский, говорил на английском, да, понимать иногда было друг друга сложно. Но при этом у нас выстроилась замечательная коммуникация. Я думаю, что основной причиной, Маша, ты как раз-таки отметила, это желание, да, то есть желание двух людей начать коммуницировать, начать делиться информацией. Но была и другая, на самом деле, сторона медали, когда, допустим, с некоторыми тоже иностранными специалистами тоже не всегда. Я не могу сказать, что коммуникация была плохой, она была, может быть, даже гиперактивной какой-то. И иногда это просто превращалось в какое-то переливание воды просто из стакана в стакан. И многочасовые там собрания, и при этом при всем все равно на следующий день мы где-то там не состыковываемся. И вот тоже, мне кажется, важный момент. Здесь очень важна компетентность специалистов, потому что если специалист не всегда обладает должной компетенцией, он как раз-таки не будет понимать важности этого процесса. Но это, опять же, мое мнение. Как вы считаете, Владимир Семенович, по поводу компетентности специалистов? Потому что если вы доверяете людям, которые включены в ваш штаб, то, конечно же, от их компетентности очень многое зависит. Ну, тут однозначно. Если ты специалисту доверяешь, то ты ему доверишь полностью этот отдел работы, за которую он отвечает. И ты за него будешь спокоен. А если ты не доверяешь его компетенции, то тебе нужно будет все время перепроверять. И на это ты будешь тратить лишнюю энергию, которую ты мог бы потратить на другую какую-то сферу деятельность. Поговорить с футболистом, либо подготовить новый план на игру. И это очень важно, чтобы люди, которые тебя окружали, и ты понимаешь, что они действительно специалисты. И еще один тонкий момент. Я вот вспомнил свой опыт с Ригой, когда у меня в миссезонье поменялся тренер по физподготовке. И я не скажу, что тот тренер, который пришел, европейский парень, что он был некомпетентен. Но так как времени было мало для того, чтобы провести предсезонную подготовку и вникнуть вообще в структуру команды, старт чемпионата команда провалила. Именно с физической точки зрения. Потому что не учитывались моменты, что игроки вызываются в сборную, на какой период они уезжают. После этого, через некоторое время, ключевой матч. И вот эта вот специфика, она тоже очень важна. И я думаю, что оставил тот специалист, который у меня был в конце прошлого сезона, перед предсезонкой, мы бы, наверное, таких ошибок не совершили. И тут важен еще и срок работы того или иного специалиста. Насколько он вник в структуру команды, насколько он вник в тот контингент, с которым приходится работать. То же самое может и касаться и медицинского штаба. Потому что вот так тоже прийти, и людей надо знать. Их болячки, да, и если мы говорим о том, что мы должны предотвращать там травматизм, да, то мы должны лучше изучать людей. Естественно, тот штаб, который давно с этим контингентом работает, этому делать проще. Мне еще кажется, здесь... Извини. Здесь нужен такой баланс тренера. Вот может прийти тренер, который действительно классный профессионал. У него методически он просто там все подкован, знает все, как делать, подготавливать. Но вот что-то не хватает в коммуникации с игроками. То есть игроки не верят в это, в эти упражнения, в эти средства, в его, я не знаю, рассказ, показ какой-то. Не верят в это. И это не будет работать. Какая бы самая лучшая не была методика. И то же самое бывает и предположенная сторона, да, когда наоборот, может быть, тренер не владеет данной методологической такой базой, основой, фундаментом. Но умеет коммуницировать с игроками. И они верят во все, что он скажет. То есть он, я не знаю, как время там на голову встать и действительно там все игроки встанут на голову, да. И то есть мне кажется, здесь такой нужен баланс, чтобы тренер, даже там по физплотовке мы берем, или ассистент, или главный тренер, он был и методически подкован, и чувствовал команду. Что вот этот баланс все время был где-то ровно, да, не преувеличил одно над другим. Да, а вот интересный вопрос. Я думаю, что у каждого была ситуация, когда одна идеология шла совершенно в разрез другой идеологии. Например, вот Владимир Семенович приходит к вам тренер по физической подготовке, а вы в корне не согласны с тем, что он предлагает. Ваши действия? В конечном итоге я отвечаю за результат. Значит, первый этап постараться все же найти эти точки соприкосновения, а если мы их не находим, то нужно расставаться, значит, кто-то должен уйти. Кем-то надо жертвовать. Поэтому мне кажется, здесь вот в этом вопросе тоже должна быть определенная, скажем так, такая способность как адаптивность, то есть, да, попытаться адаптироваться к той структуре, в которую ты приходишь, для того, чтобы как раз-таки повысить максимальную эффективность своей работы, соответственно, и помочь тренерскому штабу реализовать в том числе и их идеи, потому что это тоже наша одна из основных задач. И поэтому я думаю, что здесь как раз-таки вот эта иерархия, да, которой у нас следующий пункт идет, мне кажется, она должна быть четкой. Вот это распределение ролей и ответственности, мне кажется, это должно быть четко выстроено. Если это, скажем так, есть такое техническое задание, например, от руководства клуба, который говорит, вот необходимо создать проект. Но мы понимаем прекрасно, что не в каждом клубе есть такие структуры, не каждый руководитель, я больше скажу, что понимает важности такой структуры. Поэтому, мне кажется, здесь наличие этой иерархии, оно должно быть обязательным. Абсолютно согласна. И вот тут еще интересно, а если в жесткой форме, Сергей, наверное, Александр, к вам вопросы, если честно, мне так странно вас называть, Сергей Александр. Вот. А если в категоричной форме вы пришли с предложением, вы проанализировали огромное количество информации, вы говорите, руководствуясь своим личным опытом и аргументированно, аргументированно, исходя из огромного рода там тестирования, которое вы провели или функциональной диагностики любой. И вы говорите, вот допустим, у меня предложение, два дня мы должны снизить нагрузку, потому что команда одной ногой стоит в функциональной яме. А тренер говорит, нет, все потому, что мы не доработали. Ваши действия. Маш, можно я вот небольшую предысторию буквально расскажу, а потом перейду к ответу на твой вопрос. Вот буквально небольшую. Это случай, скажем так, тоже из моей практики, когда я, естественно, работал, скажем так, давно с GPS-системами, я делал отчеты, естественно, я отправил тренеру, пришел новый тренер, ну и у меня в голове полная четкая картина, что он понимает, о чем идет речь. То есть это была, скажем так, недоработка с моей, наверное, стороны, что я не узнал до конца каких-то деталей, понимает, о чем он вообще, какой отчет ему присылаю. Я ему присылаю отчеты, присылаю отчеты, проходит время, по-моему, полторы или две недели, и он ко мне подходит и говорит, Сергей, а мы могли бы с вами сесть вообще, ну, обсудить, вот вы мне присылаете отчеты и вот рассказать мне по каждому параметру. И тут я просто думаю, боже, почему я не спросил изначально то, что, или там, не знаю, сказал бы, что давайте я вам отправлю файл, и вот мы с вами сядем, разберемся. Может быть, я где-то даже постеснялся, скажем так, усомниться в его компетенции, в знаниях, тех параметров, которые я ему присылаю. Скажем так, там достаточно базовая была информация. Тем не менее, Маша очень хороший вопрос и очень актуальный вопрос. И вот моя предыстория как раз-таки была связана с тем, что мы потом сели, все обсудили, все, скажем так, и ответил на все интересующие вопросы, и, соответственно, мы уже поехали дальше. Поэтому такие вопросы, которые возникают часто, здесь уже идет, наверное, ответственность главного тренера. И он на себя берет эти риски или не берет. То есть у меня, например, были такие случаи, когда я просто индивидуальный игроков по различным параметрам, мы старались их ограничивать, особенно на сборах. Сейчас предстоят сборы у многих команд. У нас, кстати, уже началась подготовка, и у нас тренерский штаб достаточно открытый. То есть если мы говорим, что этому игроку сегодня необходимо снизить нагрузку в связи с теми параметрами, по GPS данным, по медицинским показаниям, неважно. И здесь отличная обратная связь идет. Но были случаи, когда, как ты говоришь, Маша, это потому, что он там мало работал. Но мы же решаем проблему здесь и сейчас. Мы же не хотим, чтобы возникла какая-то негативная ситуация. И поэтому часто такое возникает у тренеров по физподготовке, мне кажется, когда мы садимся. Может быть не в какой-то там командный, в командном объеме, что вот мы сейчас в функциональную яму залезем. Буквально там одной ногой. Потому что все равно это вот так не происходит. Это должна быть какая-то череда событий. Но вот что касается индивидуальных моментов, то такие случаи возникают часто. И иногда тренер не соглашается с тобой, говорит, нет, пусть он тренируется. Все, пусть он там. Можешь тренироваться? Игрок, могу. И все. Выходит на тренировку, там 20-25 минут проходит, игрок сходит, потому что он не может. И мы об этом тренера предупреждали. И в следующий раз тренер уже, как правило, он уже начинает потихонечку прислушиваться. Такие, да, такие ситуации возникают часто. Мне кажется, здесь как раз таки вот не надо бояться многим специалистам подойти к тренеру с этой информацией. Даже пусть будет негативная реакция, даже если это там авторитарный какой-то тренер. Если это, скажем так, тренер, который старается объективно воспринимать информацию, да, а не со своей колокольной все решать, то, мне кажется, это еще более эффективно выстроит работу. Но, мне кажется, все равно не надо бояться доносить эту информацию, не надо бояться вот, пусть даже это будет иногда односторонняя коммуникация, хотя в идеале она, конечно, должна быть двусторонняя. Но вот даже если будет односторонняя коммуникация, мне все равно кажется, что это очень важно. Саня. Да, я, кстати, хотел бы добавить про вот языковой тоже барьер. Здесь как раз о коммуникации пока мы говорим. Вот сейчас тоже, ну, много иностранных, да, футболистов, которые приходят, либо и необходимо любому клубу, мне кажется, и при любом, любой тренер, который приходит, должна быть единая какая-то методология, да, единая, единые слова, которые употребляются, да, и все игроки, в принципе, стараются этому соответствовать. Я сейчас, допустим, у нас иностранные футболистов тоже достаточно большое количество, и у нас переводчик сейчас создал такой центр лингвистической поддержки, где игроки, которые не говорят по-русски, они, соответственно, занимаются с репетитором, чтобы научиться говорить по-русски. Те игроки, которые не говорят на английском, они, соответственно, учат английский и пытаются, чтобы усовершенствовать свой уровень. И то же самое среди персонала, медицинского штаба, административного штаба, и все разделены на разные уровни, кто на каком уровне владения языком, английским. Ну, штабы, как правило, это русский штаб, да, административные, медицинские, и чаще всего они учат английский, разделены на разные уровни, кто-то более прогрессивные, кто-то начинающий, там какие-то базовые вещи. Вот. И, соответственно, иностранцы, те же, которые физиотерапевты, испанцы, итальянцы, какие приезжие, они, соответственно, начинают учить русский язык. И это очень важно, что именно создана в виде квиза у нас делаются различные тесты, которые где-то едет команда куда-то на выезд, в автобусе, там, в далекий выезд, и все сели, подключились, какой-то квиз в виде, там, методологии, да, какой-то, как мы используем, о чем мы говорим, там, в физиокабинетах, о чем мы говорим в тражерном зале, какие-то моменты тактические, которые тренеры постоянно используют, и чтобы это было единый язык для всех. Вот. Мне кажется, это очень важно, и игроки здесь еще ближе становятся друг к другу. То есть это, когда это сделано непринужденно, вас не обязывают. Если ты не хочешь, как правило, можешь это не делать. Но получается так, что практически 99, наверное, процентов игроков, персонала, медицинского штаба, все хотят себя совершенствовать, прокачивать, и это действительно интересно становится, и потом, как этот прогресс как-то растет, это все, вот. Поэтому вот у меня такой пример, что это действительно очень классно, когда единая методология, единый язык использует команда. Это, кстати, классный пример. Супер вообще. Да, супер пример, потому что я сейчас сидела, и я подумала, а что должен понимать, допустим, испанский физиотерапевт, когда ему игрок говорит, это, док, у меня наливается. И поэтому. Или как мы шутили, когда я чувствую сейчас, что скоро почувствую. Как он должен это понять? Да, 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 я чувствую, что скоро почувствую. Это, можно сказать, уже такая легендарная фраза. Да, ну и тут, знаете, и после последней конференции «Играй без травм», где тема коммуникации и взаимодействия проходила красной лентой через все три дня, хочу поделиться, что я неоднократно слышала, ко мне подходили люди, специалисты разных уровней, но многие говорили один и тот же, задавали один и тот же вопрос. Ну а как, что я должен сделать, если вот тренер, он вообще меня не слышит? Или что я должен сделать, если медицинский департамент со мной вообще меня игнорирует? То есть, если мы говорим о коммуникации, коммуникация как раз и представляет из себя ваш путь, как быстро вы найдете точки соприкосновения, в какой форме вы будете общаться? Каким образом вы сможете представить тренеру информацию? Самое главное, чтобы это было всегда аргументировано. То есть, не ваши ощущения, не мне кажется, потому что это самая страшная фраза, которая компетенцию специалиста разбивает, а именно аргументирована. И на мой взгляд, коммуникация – это как раз и попробовать найти подход к любому человеку. Потому что, мое большое убеждение, можно взаимодействовать с любым специалистом. Очень много различных примеров и, можно иногда сказать, приемов, как расположить к себе человека. Но нам же это нужно, потому что у нас общая идея и общая цель. А если мы будем устраивать полную сегрегацию подразделений относительно друг друга, то, соответственно, встает вопрос о необходимости этих подразделений. Ну, ты знаешь, Маш, мы были, когда все втроем в Испании на конференции в Севилье, организованную в Football Science Institute, выступал Игорь Юкич. Это, скажем так, такой достаточно большой специалист из Хорватии. И он как раз тоже в части своей презентации затрагивал вопрос коммуникации. И мне, тогда я даже записал ее, вот эта фраза, которую он сказал, как решить эту проблему, да, атаковать не специалиста, то есть если возникает какая-то ситуация, а атаковать проблему. Но для нас, для многих людей, не только для нас, а для многих людей иногда это сложно переключиться. То есть нам всегда кажется, что вот он может быть там, вот он не хочет со мной коммуницировать. И вот здесь очень, мне кажется, важно контролировать эго. И вот если постараться контролировать это эго, потому что мы часто же начинаем, скажем так, это эго начинает работать, мы его чувствуем, и мы думаем, ну зачем я буду, зачем? И ты атакуешь как раз-таки специалиста, но не атакуешь проблему. И вот его рекомендация была, и мне прям понравилась эта фраза очень такая интересная. Атакуйте проблему, но не атакуйте специалиста. Ну это... Действительно, проблема уже есть, она, от нее уже, ее, как сказать, нужно максимально быстро всем как бы скомпоноваться, да, всем объединиться, чтобы решить эту проблему. Вместо того, чтобы обвинять, а это он, это он сделал, нет, это он. Здесь, мне кажется, максимально быстро нужно мобилизироваться и как-то решить эту проблему. Я думаю, что в любом штабе, когда это есть, когда действительно один, все понимают, наверное, да, и не надо, как, знаете, как говорят, шуткой, там, котенка тыкать в лоток, да, говорить, что вот это ты ошибся, да. Здесь, наоборот, говорить, что да, ну здесь где-то все мы не досмотрели, не доглядели, давайте, сейчас нам нужно объединиться и быстро все это решить, эту проблему. Какая бы ни была проблема. Владимир Шеменович, а на ваш взгляд, как решать вопрос, если вы чувствуете, что какой-то наметился раскол, либо между департаментами, или между специалистами одного департамента. Вот как с точки зрения главного тренера можно как бы очень быстро наложить шов? Ну, надо разговаривать. То есть, если эта проблема не обсуждается, да, она не выносится на поверхность, то и решений не будет. То есть, нужно разговаривать. Только через диалог можно прийти к какому-то знаменателю. И вот то, что Саша сказал, и это обозначает, давайте посмотрим на эту проблему не из личных, да, взаимоотношений, не со стороны своего эго, а именно то, что нам надо выйти из этой ситуации и решить эту проблему. Если это травмированный игрок, либо команда не подготовлена, давайте думать все вместе, как это выйти. Вот мое предложение такое. Какое ваше предложение? Что нужно решить? И только в таком диалоге можно к чему-то прийти. Все в одной лодке, мне кажется. Нужно, чтобы все чувствовали, что все находятся в одной лодке. Если кто-то чувствует, что я не в этой лодке, со мной ничего не будет, один пришел тренер, второй тренер, то так не работает, на самом деле. Мне кажется, для этого как раз-таки необходимо создавать определенное единение в коллективе, да, то есть, может быть, сходить пообедать лишний раз все вместе, не знаю, там, обсудить какую-то проблему, да и в принципе, скажем так, собираться просто чаще и обсуждать профессиональные даже вопросы. То есть, я помню, в разные периоды у меня в карьере были случаи, когда мы вообще не собирались ни с кем, ну и как-то информация доходила, и не всегда она доходила четко. И в какой-то период мы, наоборот, решили делать определенные организованные собрания, там, до и после тренировки. Иногда эти собрания были достаточно долгими, иногда, наоборот, короткими, где мы четко, структурированно все обсудили. Тренировка прошла, сели еще раз четко, структурированно обсудили, что было, что будет завтра, разошлись. То есть, вот мне кажется, вот это единение, оно является ключевым в этом вопросе, потому что как раз-таки люди просто должны друг с другом общаться. И чем больше, мне кажется, они будут это делать, тем лучше. Ну, понятно, в каких-то рамках профессиональных. Я тоже, если можно, тоже добавлю, вот как один пример, что была ситуация, ну, в течение моей карьеры была ситуация, что вначале что-то не работало, не получалось, там, между департаментами, да, как-то не, коммуникация была не так налажена, все время какие-то были проблемы. И в какой-то момент здесь уже, наверное, пришлось там спортивному директору так вот, знаете, как резать уже и сказать, что вот, либо вы находите общий язык между собой, либо будет по-другому. И, знаете, ну, на самом деле, как-то все это прозвучало достаточно жестко, да, как бы немножко, можно сказать, угрожающе. Но проблема решилась. И действительно все поняли, что здесь, да, здесь мы не враги друг другу, а нужно решать и общаться друг с другом больше. И понять, распределить роли, кто за что ответственный и кто чем занимается. Вот мы сейчас, получается, что все ответили на вопрос, хороший вопрос, как атаковать проблему, не атаковав специалиста. Вот мы как раз занимались тем, что мы давали ответ. На мой взгляд, в первую очередь, надо подумать о конструктивизме. То есть мы не утверждаем, на мой взгляд, ни главный тренер, ни руководитель одного из подразделений, так будет корректнее сказать, не утверждается сам, если он скажет «Гилти, это твоя вина, и давайте увольняем его». В любом случае, уволить человека – это очень просто. Вопрос, найдете ли вы компетентного специалиста, который бы обладал всем объемом информации, понимал ваши требования, и вы его знали со всех сторон. Тут большой вопрос. Поэтому, на мой взгляд, нужно думать просто о пользе общения между собой. И в связи с этим я хочу перейти к следующему вопросу. Как, на ваш взгляд, коллеги, все-таки иногда можно чуть-чуть поддавить-то спортсмена? Или все-таки мы сейчас должны заниматься объяснением, и спортсмены стали очень интеллектуально образованы. Во всех средствах массовой информации миллион примеров, как он должен тренироваться, он это знает, и он обязательно вам это расскажет. Мне кажется, лучше всего ответит Владимир Семенович. Мне очень, по крайней мере, интересно. Вот ваше отношение к кнут или пряник, и мне кажется, Маша, не только относительно футболистов, но и относительно специалистов, которые работают. Потому что бывает такое, что и кнут или пряник относительно специалистов. Скажем так, мера применяется. Поэтому, Владимир Семенович, ваше мнение. Ну, я считаю, тут все индивидуально, да. И опять же, если брать с позиции главного тренера, то есть он должен чувствовать людей, с кем он работает, и какие меры воздействия на них будут реальны. Кого-то может быть даже с ним доверительное отношение, но, конечно, в итоге ты взял его, немножко штрафанул, и он уже задумался, что, оказывается, работа-то все равно на первом месте. То есть наши взаимоотношения и наши взаимоотношения, но мы делаем дело. Вот. Поэтому тут все индивидуально. И вот умение тоже, тот, кто отвечает, координатор, либо главный тренер, находить эти такие моменты, где обозначить эту ситуацию, да, для решения. Я думаю, что тут все индивидуально. Я еще один момент хотел, ну, так обсудить. Вот Маша хорошее такое замечание сделал, что приходит тренер по физподготовке к тренеру, да, и говорит, надо делать вот так, вот так, а он его не слышит. И тут тоже этап подготовки. То есть я вот для себя принимаю, когда мы работаем в предсезонке, мы можем где-то что-то поэкспериментировать, да, там. И я, наоборот, за то, чтобы был инициативный тренер по физподготовке, чтобы он свои предложения вносил. Но когда, например, идет уже сезон, да, и у нас определенные игры, вот здесь уже эта ситуация, ну, достаточно тонкая, да. И вот. И здесь уже каждый матч, он ответственный, и тут уже не до экспериментов. И правильно Сергей сказал, что надо учитывать всегда роли риска, да, в той или иной ситуации, чем мы как бы рискуем. Ну, это немножко так, немножко и отошел, да. Но, опять же, возвращаясь, иногда надо жестко. Даже в каких-то чемпионских командах, да, когда команда выигрывает, чтобы ее ввести в тонус после эйфории, какие-то действия должны быть кардинальны. И недаром бывает, что расстаются даже и с игроками, да, и то же самое могут поменять и в тренерском штабе какую-то ситуацию. Вот. Для того, чтобы встряхнуть. Тренерский штаб, департамент, там, медицины, тренеры по физподготовке, они коллектив. И как они между собой взаимодействуют, на это влияет и отношение игроков к этому тренерскому штабу. И если они понимают, что здесь серьезные задачи, то здесь не всегда будет похвала, а будет и наказание. Это, на самом деле, очень интересная точка зрения именно главного тренера. Потому что порой тренер по физической подготовке или реабилитолог, или врач, он преследует свои цели. А в итоге главный тренер отвечает за результат. Поэтому... Конечно. И мне кажется, здесь очень важно тоже... Натолкнуло меня на эти мысли, что очень важно иногда руководству показывать, что у нас выстроена хорошая, четкая коммуникация внутри тренерского штаба. У меня были случаи, не знаю, насколько это... Скажу, может быть, это какие-то мои домыслы. Но когда руководство иногда бывает, пытается так закинуть несколько удочек и понять, хорошо ли выстроена коммуникация в тренерском штабе. Спровоцировать, да. Спровоцировать. Да. И понять, вообще, насколько они друг с другом общаются. Это вот тоже такой момент, который... Опять же, может быть, это мои домыслы. Поэтому, скажем так, здесь... Я считаю, все равно важно иметь хорошую коммуникацию. И независимо от того, будет ли руководство как-то там проверять. Или там игроки... Иногда игроки даже это делают. Они могут подходить к одному тренеру. А что у нас будет сегодня? А что у нас будет завтра? И там, если тренер там чуть замешкался, они такие, ага, что-то тут не так, что-то тут не то. А если постоянно четкие конкретные ответы, то, мне кажется, у футболистов сразу возникает чувство уверенности, что, ага, ну все там. Там все нормально. Они обсудили. Они знают, что делают. Как минимум, они поговорили. Они друг с другом поговорили. Да. Потому что хуже всего, когда тренерский штаб что-то обсудил, внесли какие-то изменения. Ты, может быть, о них тоже не до конца знаешь. И ты так, оп, что-то там обсудил, что будет на тренера, какие-то последовательные упражнения, потом хлоп, что-то поменялось. И вот здесь уже, конечно, не до конца комфортно становится. И ты понимаешь так, что-то где-то либо я упустил, либо вот где-то эта коммуникация нарушилась. Коллеги, у меня вопрос. Вот я смотрю на заключительный наш блог, да, командная работа или самореализация, то есть, собственно, эго или результат команды. Вот как-то хочется, не знаю, что ли, то ли проголосовать как-то, может быть, Маша там. Не знаю, вот ты что выбираешь? Результат команды или, собственно, эго? Я могу сказать, что первую половину своей профессиональной деятельности я однозначно, не задумываясь, не принимая во внимание глобальность процесса, выбирала собственное эго. Сейчас я это объективно вижу. К счастью, оно часто совпадало с общей ветвью. Но отличный пример одного невероятного специалиста, который поработал на самых недостижимых высотах, когда он восстановил игрока после очередной травмы, длительный период времени игрок отсутствовал, выходит впервые на матч, забивает гол, специалист вскакивает в скамейки, раскидывает руки и думает, ну сейчас он ко мне прибежит, мы же с ним вместе восстановились. А игрок, пробегая мимо него, бежит к какому-то футболисту и, значит, ему начинает показывать, вот смотри, я восстановился. Для меня самый большой показатель отсутствия собственного эго это реакция специалиста. Специалист сказал, я улыбнулся и сказал, я очень рад, что ты забил. Ни одной негативной эмоции или ожидания благодарности спортсмена, или, знаете, как это водится, особенно в медицинской службе, почему ты в интервью не сказал обо мне ничего? Да он не должен ничего говорить, ну мы же общее дело делаем. Мы работаем для того, чтобы у тренера была возможность выпустить на поле максимальное количество игроков. Мы работаем не за благодарность, поэтому, на мой взгляд, я считаю, что нужно пройти все ступени, но я желаю всем в итоге понятия удовольствия от единого движения с командой. Мне кажется, Маша, совсем про отсутствие эго, наверное, сложно говорить, но вот его контроль, да, то есть может быть какая-то минимизация, потому что я абсолютно с тобой соглашусь, я, наверное, даже большую часть своей карьеры, я, во-первых, сначала я даже не понимал, что это именно эго во мне так работает, а во-вторых, уже когда я действительно начал понимать, осознавать и с опытом понимать эти ситуации, я уже, конечно, тоже, естественно, начал переключаться, и это дало свои определенные плоды. Поэтому я тоже за результат команды. Однозначно, мне кажется, результат команды это первостепенно должно быть. Приведу пример тоже такого эго, да, но немножко с другой стороны, когда, допустим, ты работаешь с коллегами, да, и у тебя, представим, что есть главный какой-то, главный над тобой там тренер или твой начальник, и который бывает так, что говорит о том, что ты должен сделать вот это, не спрашивай почему, просто делай вот так, вот так, вот так. И то есть в этом случае, знаете, как он думает об своем эго, не раскрывая, не как будто это моя тайна, она со мной внутри, я не хочу ее делиться с тобой, но ты должен просто поверить, делай вот так вот. Или даже, ну, там не поверь, а просто ты обязан это сделать. То есть мне кажется, здесь с этой стороны эго немножко будет вредить процессу, что это не командный игрок, да, который объяснит, скажет, вот смотри, я тоже могу ошибаться, может быть, я начальник там твой, да, или я там глава департамента, я могу ошибаться, но в данном случае, давай попробуем так, я делал так, поэтому, потому, ну, потому что вот так вот, то есть в последовательности попытаться объяснить, что, зачем и как это делается. Потому что часто, я говорю, не часто, а бывали случаи, что просто ты делаешь вот это и не спрашиваешь, почему там, не знаю, 30 секунд, а не 20 секунд, почему там здесь нужно прыгнуть, а не присесть и так далее. То есть здесь в этом случае тоже, мне кажется, такое эго, которое будет вредить внутри департамента, да, в каком-то, внутри там команды, стаффа, или даже внутри игроков, если это тоже есть. Владимир Семенович, на ваш взгляд, как вы думаете? Не, ну, Саша все правильно говорит, нельзя инициативу ограничивать, да, и все моменты нужно уважительно друг к другу подходить. Каждый имеет свое мнение, и если есть возможность обсудить ее, да, то есть почему бы этого не сделать. И тогда твой партнер, он уже будет обладать определенными знаниями, да, почему мы это делаем, и он будет это делать совсем с другим энтузиазмом, и будет от этого больше пользы. Ну, я абсолютно согласна, я в свою очередь еще хочу добавить, что, на мой взгляд, отсутствие коммуникации или различные проблемы рождаются от отсутствия информации. Возможно, если бы какой-то из участников коммуникации обладал большим количеством знаний, практики, опыта, возможно, он бы по-другому посмотрел на эту ситуацию. Поэтому, Саня, ты абсолютно правильно указал на то, что нужно быть открытым и всегда быть готовым поделиться своими выводами, своими размышлениями, предоставить какие-то научные статьи, информацию с конференцией, от общения с какими-то специалистами, возможно, организовать какой-то круглый стол или круглый стол с теми специалистами, которые ведущие в той или иной области, которая сейчас у вас стоит под вопросом. В свое время мы... Ну, не нужно бояться, потому что невозможно всего знать. И в свое время мы с Аталантой организовывали прямые звонки по некоторому оборудованию, которое было только у Аталанты. И мы нашли вот этих людей, которые могут организовать это взаимодействие. И люди совершенно открытые. Нужно понимать, что не задать вопрос и не спросить порой намного хуже, чем если его задать. Вот. Однозначно свое. Здесь важно отметить... Во-первых, я абсолютно согласен, что надо обладать определенной информацией, делиться ей. Но мне кажется, здесь еще важный есть такой момент. Это способ. Способ доставки этой информации. Я сейчас не говорю про, условно, WhatsApp, Viber или Telegram. Или там вербально, невербально, а именно насколько гибко ты это хочешь сделать. И вот здесь гибкость доставки этой информации, мне кажется, может тоже играть ключевое значение. Потому что одно дело, когда тебе там просто скинули файл, ты там разбирайся, не знаю, смотри, делай что хочешь. Другое дело, когда тебе объективно, конструктивно рассказали о тех или иных моментах и каким образом, допустим, мы можем этого избежать в дальнейшем тех или иных, допустим, проблем со здоровьем игрока или с его работоспособностью. Супер. Ну что, может быть, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы к любому из нас или какой-то общий вопрос, на который мы могли бы вместе селиться. Я думаю, да, у нас есть еще временно буквально, наверное, пару вопросов, да, если у кого-то из наших слушателей они есть, с удовольствием постараемся на них ответить, но, опять же, мне кажется, если так, со своей стороны, опять же, хочу каких-то, может быть, несколько тезисов выделить, да, то есть, которые мы сегодня обсудили, да, это гибкость, доставка информации, это определенная адаптивность специалистов в той или иной ситуации и к разным людям, потому что мы работаем с большим количеством людей, это постараться избегать, скажем так, конфликтов, интересов, не всегда это получается, мы это все прекрасно понимаем, но, по крайней мере, постараться этого избегать, побольше собираться, наверное, друг с другом, побольше общаться и, как мы уже обсудили, атаковать не специалиста, а атаковать именно проблемы. Это, опять же, со своей стороны может быть такие какие-то ключевые моменты, которые я бы для себя отметил. Мне нравится однозначно, мы сегодня с тобой все время в одно время подключаем. Мысли идут в одно время. Да, 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 говори, говори. Нет, я просто хотел тоже подытоживая весь диалог, что на самом деле одно из самых главных это коммуникация. Мы люди, мы общаемся друг с другом между департаментами, с футболистами и тренируем футболистов, и здесь самое важное, наверное, это коммуникация. То есть не бояться спросить, не бояться рассказать, не бояться что-то донести, попытаться, потому что потом лучше, наверное, сожалеть, что ты даже что-то лишнее сказал ему, которое не нужно было, чем вообще ему ничего не сказал. И здесь, мне кажется, всегда нужно общаться и искать диалог друг с другом, чтобы именно тебя слышали и как бы ты услышал людей, которые рядом с тобой всегда, ежедневно. Владимир Семенович, ваше напутствие молодым и вот таким активным специалистом. Я думаю, Владимир Семенович, я вас здесь пользуюсь случаем, хочу поблагодарить за терпение, потому что Сергей задал вопрос, а как я себя чувствовала? Я понимаю, как вам было не сладко, когда мы с вами работали, и как вам удавалось тушить вот этот фонтан идей, с которыми я приходила ежедневно? Ну, все это шло на пользу, да, и тех ребят, которых мы воспитывали, и результаты мы добились, и я думаю, что благодаря тому, что вот у нас коммуникация была на высоком уровне внутри команды, поэтому и ребята сейчас с теплотой вспоминают тот сезон, который мы провели в 2011 году, вот, но я бы хотел еще момент про эго сказать, то есть я, например, вот сейчас задумался над тем, что я в своих командах стараюсь все время поднимать уровень коллег, которые со мной рядом работают, перед глазами тех же футболистов и руководителей, и тем самым я тоже свое эго поднимаю, потому что когда со мной хорошие специалисты, и с которыми мы хорошо взаимодействуем, еще и добиваемся результата, это поднимает мое эго, то есть в целях результата для команды, в то же время мы и каждый член этой команды, добиваясь результата, понимая, что вклад его в этот результат, он безусловно есть, вот, и без этого вклада, я думаю, бы результата бы и не было. Механизм не будет работать. Да, поэтому я всем желаю прислушиваться друг к другу, все время уважать, да, и даже, может быть, где-то искусственно поднимать статус каждого члена тренерского штаба, для того, чтобы те же игроки видели, насколько у них серьезный тренерский штаб, что с ним спорить практически бесполезно. А я хочу добавить немного всем специалистам, кто помогает главному тренеру, а я считаю, что мы помогаем, меньше, частенько меньше говорить, меньше оглядываться, больше слушать и уважать друг друга. Вот, Владимир Семенович, ключевое я сказала, потому что без уважения мне кажется, очень сложно что-то построить и говорить о доверии или взаимодействии. Когда мы считаем, что тот специалист, который находится с нами рядом, он низкой квалификации специалист, или вы и футболисту говорите, да ты Петю не слушай, меня слушай, я тебе скажу. И у меня были такие ситуации. Или один из тренерского штаба говорит, слушай, Вань, я тебе говорю, когда я играл в футбол, я ездил в Сербию, тебе надо туда поехать, и все пройдет. Серега, извини, это просто пришло в голову. Это потому, что я рядышком с тобой стою, да? Да, 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 Вот, и на мой взгляд, что должны быть специализированные люди, которым вы прислушиваетесь, вот, вот такое. Которые все должны в одну дудку дуть. Абсолютно, абсолютно. Вот мне нравится, что сейчас некоторые слушатели, я так немножко смотрю, кто заходит, кто выходит. Один слушатель, он вышел через пять минут нашего спича, и вот сейчас обратно зашел. Мне кажется, у него сложилась полная картина, он все самое забрал, знаешь, какие-то такое резюме, оп, все, спасибо. Без воды, без воды, взял его. Да, да, начало. И хочется поблагодарить всех за участие, и Владимиру Семеновичу, в частности, и организаторам сказать спасибо. Мне кажется, такой формат является достаточно интересным, где мы можем собраться и просто поговорить о каких-то насущных профессиональных вопросах. Да, и хочу сказать, пишите, пожалуйста, свои вопросы, предложения, ощущения, фидбэк, чего бы вам хотелось больше, потому что нам, конечно же, и вчетвером замечательно поговорить друг с другом, но хотелось бы, чтобы было больше информации, которая важна для большого количества человек. Поддерживаю, спасибо большое коллеге, надеюсь, было интересно, и я думаю, что дальше больше, еще интереснее. Да, соглашусь, всем спасибо. Спасибо огромное, спасибо Сергею, Александру, Владимиру Семенову, спасибо огромное, и я надеюсь, до встречи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok